Всем привет! Мы уже готовы поделиться интересной информацией, но сначала просим вас поддержать наш проект лайком и подпиской. Также не забывайте о комментариях. Болгария и Румыния поставили на место Кремль после требования по НАТО. Глава болгарского правительства Кирилл Петков напомнил Кремлю о праве его страны принимать решение о вопросах безопасности и сотрудничестве с партнерами по Североатлантическому Союзу без учета мнений ближайших соседей. Болгария – суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, стал членом НАТО. Он также отметил, что Кремль ошибается, когда думает, что в НАТО есть некая иерархия и коллективная оборона якобы применяется избирательно. Вне зависимости от размеров страны, количества населения и ВВП, все члены Альянса равны в правах. В связи с этим любые торги Кремля не имеют смысла. В румынском МИДе также категорически отвергли требования Лаврова, назвав их неуместными и необоснованными. Тем временем Блинкин указал Лаврову на главную ошибку Кремля с Украиной и НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкин 21 января рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Россия сама толкает Украину к НАТО. Об этой детали беседы Блинкин сообщил на пресс-конференции по итогу переговоров. Блинкин подчеркнул, что именно агрессивные действия России провоцируют НАТО усиливаться и расширяться. Европейские страны стремятся стать членом Альянса, чтобы защититься от повторения грузинского и украинского сценариев. «Я сказал Лаврову, вы сами ухудшаете ситуацию. В 2014 году уровень симпатии украинцев к России был намного выше. Но из-за российской агрессии НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе, а поддержка вступления Украины в Альянс среди украинцев значительно выросла», — заявил Блинкин. Стоит отметить, что переговоры госсекретаря США с Лавровым в Москве продолжались всего около полтора часа. В ходе беседы Блинкин пообещал быстрый и жесткий ответ, если Россия решится на военное вторжение в Украину. Лавров со своей стороны убеждал, что никакого нападения на Украину якобы не планируется. Он также призвал Блинкина повлиять на Киев, чтобы тот согласился выполнять Минские соглашения в варианте в выгодном Кремлю. Стоит отметить, что перед встречей с Лавровым Блинкин с рабочим визитом отправился в Киев. Здесь он обсуждал пути сдерживания России, которая сконцентрировала на украинских границах 100-тысячную армию. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также не забывайте писать комментарии, лайкать наши видео и, конечно же, подписывайтесь и смотрите другие видео. Оставайтесь с нами и будете знать всю правду о том, что происходит в мире. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok